От неолита до начала 20 века. Глиняная посуда такого временного спектра представлена на выставке, которую открыл Тверской государственный объединенный музей. Экспозицию разместили в стенах детского музейного центра, поскольку она рассчитана в первую очередь на подрастающее поколение. Значительная часть экспонатов этой выставки была в прямом смысле слова по кусочкам, собранного единое целое тверскими археологами. Причем вероятность нахождения предмета неповрежденным обратно пропорциональна возрасту находки. Например, вот этому горшку, который аккуратно склеили специалисты, около 7 тысяч лет. Это эпоха неолита. Причем вот эти отверстия проделаны сугубо из утилитарных соображений. По одной из версий, инструментом для нанесения такого орнамента служили раковины вымерших животных, белемнитов. Таким образом, этот горшок, скажем так, работал быстрее. То есть площадь обогрева увеличивалась, и вода внутри закипала быстрее. Ну, это вот такая версия существует. С появлением гончарного круга формы керамических сосудов изменились, стали более совершенными. В Средневековье на территории Твери уже существовали мастерские, работавшие на высоком уровне. Их наследниками можно назвать небольшие заводики, которых было немало даже в эпоху развития капитализма в конце 19 века. Например, предприятие Семена Ивановича Масленька в деревне Чернятка Вашневолосского уезда. Его продукция высоко оценивалась и тогда, и сейчас. Этого удалось добиться благодаря продуманной кадровой политике и постоянному, как бы сейчас сказали, креативу. Он на своем заводе обучал своих работников, приглашал профессиональных художников, скульпторов. Работал над технологией изготовления керамической глазури самостоятельной у себя на заводе. И вот эти все усилия воплотились в то, что были изготовлены предметы, которые сейчас не стыдно хранить в федеральных музеях. Выставка носит интерактивный характер, то есть дети могут себя почувствовать настоящими археологами. Откопать здесь среди песка кусочек специально для них сделанного керамического панно и собрать его воедино. Эдакий пазл. При этом аутентичности добавляет то, что здесь добавлены обломки настоящих дореволюционных сосудов. Сотрудники музея отмечают, что основная цель выставки — напомнить о том, что изобретение способа превращения глины в керамику является одним из важнейших событий в истории человечества. И такой вот, как бы сказал Винни-Пух, горшок пустой. Он только на первый взгляд предмет простой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...